К другим темам. Атмосфера чуда и предновогоднего настроения с каждым днем становится все ближе. Уже в эти выходные можно начинать активный обратный отсчет до Нового года. Тем временем в столице региона уже появилась праздничная символика и начался монтаж главного атрибута торжества новогодней елки на Эспланаде. Кстати, у нее даже есть имя Галина Леонидовна, а на днях Пельм посетил главный Дед Мороз страны. Кунгур тоже начал подготовку к празднику. Большой неожиданностью для горожан стало появление пышной красавицы и ее установка на въезде в Кунгур. Привоз ели в такие ранние сроки стало довольно нехарактерным явлением для города. Правда, в отличие от Галины Леонидовны, наша ель статусом пониже, ведь центральную елку установят на Соборной площади. Сроки пока не уточняются. А появление зеленой красавицы у Иренского моста – это личная инициатива кунгурского предпринимателя. Теперь жителям осталось дождаться снега, чтобы настроение стало поистине праздничным. Установлено будет сегодня. Безина тоже сегодня. С новой деревни там у бабушки одной в огороде росла. Договорились, она ей мешает. Забрали ей, доброе дело сделали. И кунгурякам тоже. Ну, сегодня установим. Рано решили. Каждый год не успеваем. Начинаем там 10-го ставить. Пока электричество подведем, пока купим игрушки. И уже Новый год. Ну, решили нынче пораньше, чтобы успеть все и оформить, и украсить. Может быть, какой-то конкурс провести. Хотели вот конкурс, да, Андрей? Да, да, да. Конкурс со школьниками по изготовлению игрушек, каких-то самодельных. И повесим на елку. Пушистая красавица никак не может остаться без украшений, говорит Владимир. Поэтому он решил организовать конкурс на лучшую елочную игрушку, которая, безусловно, будет отмечена подарком. Подробности о том, где будет организован пункт сбора украшений, предприниматель сообщит позднее. И наша телекомпания обязательно даст об этом знать. Продолжение следует...